Со второго раза мы решили все-таки штурмовать столовую гору. Два дня назад, где была гора туристов нереальная. И, по-моему, сегодня и вид лучше, и воздух чище. Но ощущение, что меньше людей. Более все такое красивенькое, освещенное. Ну, посмотрим. Вот мы идем пытаться подняться. Вот там фуникулер. Вот он нам и нужен, собственно. Мы купили билетики. 680 рендов, туда-обратно два билета. 682. Это в районе... Лифтик надо нажать. Это штука, это фуникулер, которая смазывает систему и так далее и тому подобное. Это возвращается к насосам в аэропорту. А, ну да. Люди же думают, что это все таки, знаешь? А на какую нажать? Люди же думают, что это фуникулер. А то веревка и два негра велосипедка. Да, беда. Нормально. То же самое и с фонтаном в аэропорту. Так, мы идем на фуникулер. 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 Здорово. Спасибо. Вон он как раз ушел. Мы будем первые. А, тут их два. Один вверх, один вниз. Мы отсюда будем ехать, видишь? Ты знаешь, я не уверен, что один вверх, один вниз. Они как бы, они, по-моему, автономно работают. Да, но не знаю. У нас в эту сторону мы зашли. Это кабинка. Вот сейчас я не знаю, почему так не происходит. А в прошлый раз, когда он поднимается, она еще вращалась вокруг своей оси. Чтобы все люди, которые стоят с краю, чтобы могли видеть обзор. Да. А, может быть и здесь она так сделает? Сейчас только посмотри. А, смотри, где мы находимся. А то вдруг ты не в курсе. Своя, она не поворачивается. Смотри, где ты еще не был. Иди изучи карту. Где моя малышка? Ну, а ты нигде еще не был. Ты вот тут, вот тут и сейчас. А, вон тут и не был. В этом плане, да. Тут ты не был. В Индонезию мы не попадаем. В Филиппины. В Корею. В Вьетнам. Вон один туда, один обратно. Вот на том, который обратно, мы поедем. Кстати, чего не происходит. Ты помнишь, на Масаду? Ты будешь, нам могут тебя трамбовать по кабине? Не помню. Я помню, что мы с Игорем приехали, там все фуникулер не работал. Вот это вообще круто. Отлично. Хорошо, что мы хотя бы туда не успели поднять. То был бы прикол. Вон он приехал. Слушай, смотри, они не вращаются, как раньше. Раньше они вращались вот так вокруг своей. Медленно. Смотри, люди по тропинке идут сами пешком, наверное. Ненормальные, боже. Между прочим, не так уж ненормально. Это вполне как бы... Спасибо, Аль, не для меня. Вот, знаешь, какая ровная гора. Да. Не, мы с тобой посреди этой тропинки останемся навсегда. Да? По дороге туда еще. И будет этот... Памятник погибшим альпинистам. Кошки дикие растачат наши кости. Нет, тут кошек. И звезды будут в наши глази. Фу на тебя. Тут вещь, окошко выпало. Это специально его вынули, чтобы такие как-то снаряды. Здесь командир этого корабля. Телефон, вещь какой-нибудь. Люк можно вылезти наверх. Хорошая вещь. Точно, можно, если что, свалить отсюда. По-тихому. А, знаешь, что крутится, может быть? Пол, а не сама кабинка. Ой, вот это я не помню. Возможно. Ну, может, не надо, а нам еще крутится. Я помню, что крутится. Капитан пришел, мы поехали. Не урони телефон, а может там будет ветер порывать. Это холера крутится. Представляете? Жуть какая. То есть пол крутится. Мы такое забойное с Димой место себе выбрали, а они сейчас укрутят. А они закрутили. Нет, шокердос, конечно, он через стекла нихера не видит. Они мутно. Короче, нет смысла снимать. Вон дядька какой-то кричит, руками машет. Там дядька шел. Типа остановитесь, я тоже хочу залезть обратно. Вот тут такая тропиночка. Кстати, ты можешь посмотреть? Дэси, Дэси, а где Дэси? Бля, ой, извините. А где Дэси? А уж не закладывают. Не закладывают ничего, он не бесит, что она вращается. Вообще, оно неприятно, что она крутится, честно говоря. Крутимся дальше. До полного круга, да? Ну, мы-то классно, слушаешь, место себя забили, чтобы бис был, оно оба и укрутилось. Ого, скорость, это же наша скорость, и их скорость. Ну да, окажется, медленно она. Слушай, ничего себе холодочек. Так ты поднимаешься высоко, Зайка, ты бомбака поднимаешь. Я без курточки. Ну, вот те, Кривтон, основная его старая часть. Точнее, даже не старая, а зацеловая. Да-да, конечно. Конечно, я тебе скажу, Масаде, я не снялась. Ну, ты, когда стояла внизу, тебе сказала, что ты все поднимала, да? Ты сказала, что половину поднялись. Ну, конечно, мы приехали. А это голова два сверху. С гора. Вот она оказывается намного ниже, как оказалось. Уши заложила жуть. Ну, такая. Тетка просила цветочки не обрывать. Птичек не троллить, не выбрасываться за пределы горы. И не гадить. И не гадить по возможности. Все, мы оторвались от коллектива немцев. Будем сейчас исследовать местность. Ну, так как ты уже на половине горы была. Офигеть. Ты уже не впечатляет. Это был сарказм. Перевожу. Я просто думала снизу, что мы уже половину посмотрели. Оказывается, это было где-то процентов 10. Снизу вверх. Может, не 10, а 20, но все равно очень далеко до половины. Снизу вверх. А что бинокль-то не взяла? А что тебе бинокль рассматривать? Кто там в каких бассейнах плавает? Вообще, да. Но все равно интересно. И даже здесь кто-то сверлит стены, понимаешь? Даже на краю мира, на самой высокой горе, и кто-то что-то сверлит. Да, посмотри, вот это металлическое? Вот же она, ландшафт вверх. Вот это, я уже узнаю, это вот голова льва. Прикольно. Привет. Вы кто? Какие крылышки у них. Крылышки оранжевые. Они черные, начинают лететь. Крылышки у них оранжевые. У тебя тоже крылышки оранжевые? Да, смотри-ка. Какая ты красивая птичка. О, боже. Сука шадит. Просто. Сука шадит. Сука шадит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok